Доброе утро, мои дорогие! На улице солнышко. Старается погода нам улучшит настроение. Я, конечно, как только Ариша с Максимом уходят в сад, на работу, я поднимаюсь, делаю какую-то уборку, немножечко макияжа. Ну как, без глаз нельзя ходить, правда? Сегодня у меня готовки никакой. И я решила немножко с вами поговорить. Начала пить, девчонки, вот такой вот Магвит. Магний плюс Б6. Что-то у меня сердце по утрам трепыхается. Все-таки не проходит вот это вот, все эти прослушивания программ о вирусе не проходит мимо. Как бы я ни старалась хорохориться, все-таки приходят разные новости. И все они, конечно, мне вливаются в уши. Стараюсь не включать телевизор, поменьше это смотреть, потому что просто нету сил это все слушать. Но вот дистанционно, через Вайбер, спросила у своего врача. Говорю, что-то вот сердце трепыхается, панангин два месяца назад попила. И все равно, но мне не каждый день, но утром стою и вот стук-стук, и даже вот такой вот в руке, в ноге отдается такое дрожание. Ну, и она сказала, вот, говорит, попейте вот это вот. Пью также свои еще витамины, допиваю для ногтей. Антигриппокапс, по-моему, так называется. Антиоксикапс. Вот, допиваю их. И пока у меня больше ничего нету. Вот завтра получу пенсию. И тогда думаю, что надо на рынок, может, в аптеку сходить, потому что рецепты у меня есть, надо кое-что там выкупить. Но жду, когда Ариша мне принесет маску. Не знаю, насколько все сложно и страшно, но на улице народу практически нет. Ариша моя тоже ходит в маске теперь уже, но маска это такая одноразовая. В аптеке они у нас есть и стоит рубль 50. Маска, которая на два часа годная. Постирать ее невозможно, иначе она разлезется. И Аришка моя заказала там у какой-то знакомой женщины, она в ателье работает и заказала маски. Я говорю, пусть и мне пошьет. Смотришь, я могу хоть по рынку пройтись немножечко или куда-то в магазин заглянуть, потому что магазины у нас все работают, у нас карантина нигде нет. Люди устроили сами себе карантин, просто оберегаются и сидят по домам. Ну, а все остальные работают. Сад у нас тоже работает. Максюша ходит в сад, но очень мало детей. И воспитатели стали интересоваться, почему детки не ходят в сад, болеют или просто так. И все родители отвечают, просто так, просто так. Бабушки сидят дома и дети тоже дома. Для того, чтобы, конечно, экономия за сад не платить. Так что скоро у меня будет маска, и я надеюсь, что я куда-нибудь схожу прогуляюсь тоже. Ну, вообще я, конечно, могу во двор, но, девочки, вот два дня у нас шел снег, было очень холодно. Я даже вышла в беседку и убрала все свои цветочки, потому что сильный-сильный ветер, и я подумала, что рановато я их повешала, почувствовала теплые денечки, почувствовала лето и начала украшать все вокруг себя. Вот. Ну, то, что я, конечно, во дворе успела убрать за эту хорошую погоду, это очень хорошо. Чтоб не было этого мусора кругом. Ну, Орешка моя работает, начальство у них закрыло контору, все ушли на отдаленку, сидят дома и требуют, чтобы отделали отчеты и высылали им по почте. Дурдом. Дурдом. Отработайте свою смену на работе, потом сходите, сделайте отчет, сходите на почту, купите конвертик и отправьте нам. Ох, ох, ох. Я целую неделю никуда не выходила. Вот субботу, воскресенье мы с Максюшкой гуляли во дворе, а потом он в саду, ну, и я у компьютера. То видео снять, то обработать, то еще что-нибудь, то фильм посмотреть. Я не кашляю, нет, девочки, я не кашляю, но вот когда долго начинаю говорить, начинает вот как-то голос садиться. А у меня это постоянное такое вот. Ну, и я иногда, вот когда мне жарко, становится я так, ага, так быстренько, так, температура у меня есть? Нет, температуры у меня нет, ну, слава богу. Вот. Страшно, конечно, посмотрела, что это самое, в России продлили карантин до конца апреля. Ой, там немножко люди, конечно, тоже сначала вот ходили, гуляли, сейчас уже вроде начинают чувствовать, что это все страшно, и сидят тоже многие по домам, в масках ходят, и у нас уже, Ариша говорила, вот что у нас тоже очень много, кто в масках ходит. Рынок работает часов до 12, но надо же, вот, кто торгует мясом, надо же его продать, иначе это же такой товар, который портится. Я завтра тоже получаю пенсию, и я думаю, ой, кто-то мне все шлет и шлет там. Это обычно на одноклассники присылают какие-нибудь, эти самые, читать, 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 там какие-нибудь страхи мне. Я стараюсь туда, я даже не открываю, честно скажу вам, даже не открываю эти пугалки. И когда мне присылают там вот, вот это такая молитва, или вот такие-то, там еще что-то какая-то, перешлите там девяти человеком, десяти человеком, и мне, и будет вам счастье, и будет вам, это самое, девочки, не шлите мне ничего. Я ничего это не открываю, я ничего не читаю, ничего не пересылаю. И ужасно не люблю, когда мне это вот, это вот засоряют, вот этот эфир. То начинают присылать, что вайбер будет платный. Да не будет он платный. Это же не в Беларуси, не в России его создали. Это американец создал такой, подарил всему миру это. И чтобы его закрыть, просто так у нас, это нельзя, это невозможно. И вот эти вот разные пересылания, это тоже для чего, для чего засорять вот это вот, весь этот эфир. Никогда ничего не пересылаю, могу там, если какую-то молитву прочла, могу подруги сбросить. Больше никому и никуда. Поэтому, пожалуйста, не надо мне, если кто со мной в одноклассниках, или кто в вайбере, кто смотрит, не надо мне это все это слать. Я никуда не буду это ничего пересылать. Это все, все это ерунда, все это пустое, я в это ни во что не верю. Что еще я хотела сказать? Что еще я хотела? Вчера девочки, почитала немножко анекдоты, сейчас же на YouTube тоже выкладывают анекдотики, над ним анекдотом очень посмеялась. Я, честно говоря, жалко я его, надо было записать для того, чтобы вам рассказать, но смеялась до слез. В этом анекдоте такая вот мораль, что зачем покупаете гречку, что надо людям на расстоянии находиться. Зачем покупаете гречку, покупаете лучше горох. Вы понимаете, к чему это? Вот сейчас выглянуло солнышко, и даже так вот хорошо-хорошо на душе становится. Надо мне, наверное, сегодня выйти хотя бы во двор чем-нибудь там заняться. Хотя на улице холодно. Всего лишь 3 градуса тепла. Вот так вот резко. Было так тепло, и так резко вот все это похолодало. Вот. Ну что, небостей, смотрите, даже не о чем с вами поговорить, не о чем рассказать, потому что никуда не хожу. так хочется, девчонки. Что это там такое? Я думала, скорая помощь поехала с нашей улицы, а это просто такой вот похожий на скорую этот самый автобусик. Очень хочется фикс прайс. Ну вот прямо, ну так хочется вот что-то посмотреть, может что-то надо. Ну, думаю, что вот пенсию получу. Маску мне Ариша принесет, и принесет это вот это вот средство. Перчатки есть, но они теплые, жарко будет в перчатках. Вот. Лучше я потом продезинфицирую руки, приду помою, продезинфицирую. Вот. И, наверное, я все-таки в фикс прайс выберусь. Потому что, ну, просто вот вот это вот давит, давит, давит. Раньше можно было, знаете, вот как-то раньше жил, мечтал о чем-то, знал, что вот придет лето, вот ты куда-то поедешь, отдыхать. Сейчас вот эту мечту вирус убил, и неизвестно, что будет дальше и как это будет. Все кругом, все закрыто, никуда нельзя. Да и я думаю, что если бы сейчас все открыли, и Турцию, и Египет, навряд ли бы я рискнула туда поехать. Вот. Ну, поживем, увидим. Ладно, девочки, разговаривать о таком грустном очень много можно. Хотела за здравие, а получается как-то за упокой, поэтому я лучше пожелаю вам здоровья, здоровья и здоровья. Берегите себя. По мере возможности не гуляйте просто так в общественных местах и одевайте масочки. И будет нам счастье. У нас с вами была Галина. Продолжение следует...